В Химках отметили День Победы. Тысячи жителей приняли участие в чествовании героев Великой Отечественной войны. Старт празднику дали у обелиска отстоявшим отчизну. Здесь прошел торжественный митинг. Со словами благодарности выступили первые лица округа вместе с главой Химок Дмитрием Волошиным. За Великую Победу заплачено жизнями и тяжелым трудом. Мы низко преклоняемся и отдаем дань уважения тем, кто героически прошел долгими боевыми дорогами. Тем, кто трудился в тылу, тем, кто возродил нашу землю после Великой Отечественной войны. Митинг завершили торжественным возложением венков к обелиску и к мемориалу химчанам, отдавшим жизнь за родину. Руководство округа прошло по аллее героев, отдав дань уважения погибшим защитникам. После присоединились к шествию бессмертного полка. Вместе с химчанами прошли путь от Площади Победы до парка имени Льва Толстого. Расскажите, пожалуйста, кто это человек? Это Терентьева Анна Тарасовна. Она была моей прабабушкой. Она дошла до Вены, она была связисткой. Да, правильно. Она прошла всю войну, дошла до Вены. Папа ушел 17 лет, из 10-го класса. В 42-м предпринял присягу, воевал на штурмовике, бортмехаником. Ранен, контужен, наград много. К сожалению, он умер очень молодым, 53 года ему всего было. В акции «Бессмертный полк» приняли участие тысячи химчан, люди разных профессий и возрастов, объединенные гордостью и благодарностью к тем, кто дал мирное небо над головой. В парке имени Льва Толстого весь день звучали песни Победы, большой концерт для горожан. Завершили праздник, пожалуй, главной песней дня и символичным жестом выпустили в мирное небо белых голубей. 9 мая около монумента противотанковые ежи установили новый арт-объект. Здесь с помощью QR-кода и приложения «Химки-80» достопримечательность ожила. Анимированная графика самих ежей, стреляющего по немецким танку и самолету зенитного орудия. Арт-объект появился по инициативе городских властей. Стенд на значимом месте, где проходила одна из последних битв за Москву. Он служит тому, чтобы напоминать и еще раз рассказывать молодому поколению о исторических событиях, которые проходили именно в данном городе. Помимо просмотра исторического события, химчане фотографировались на фоне графики. Вечером жители округа услышали залпы праздничного салюта и увидели яркий фейерверк на берегу канала имени Москвы. Продолжение следует...